об инциденте расскажите как случилось то есть вы шли из своего дома правильно вышли из дома да я шел из своего дома к остановке в то время мы собирались подавать еще одно что-то вроде апелляции в администрацию нашу с одним человеком он составлял заявление но об этом в общем-то и в чате писали так что кто-то мог знать вполне ну вот шел я к остановке только мне подходит женщина специально ко мне спрашивает где аптека как пройти к аптеке но я ей показываю дальше она начинает и кричать что-то что я типа бьют приседает я сам кричу люди помогите я понимаю что это провокация то есть вы никаких действий там руками не махара в отношении ее до этого не знали получается да с ней кто-то был ну да там еще был один человек подозреваю они вместе с кооперировались чтобы это сделать он проходил был чуть дальше меня в это время он не захотел держал в общем не убегал в общем я людей кричал непосредственные свидетели этого момента были но они ушли несмотря на то что я кричал просто оглянулись прошли мимо после этого уже не непосредственно свидетель а те кто после там проходили пара человек они как понимаем вызвали полицию там вот они проходят тоже свидетель насколько я знаю полиция быстро приехал ну так минут пять-десять на 10 минут довольно быстро все таки для я в это время стоял звоню пока все это время своим вас задержали до что сказали как административную статья ли что в чем вас на это помимо меня обвиняют что как будто я и нанес два удара как сама она утверждала в живот и в ногу и еще также они меня обвиняют ну то есть не полиция те заявители что-то вроде административного правонарушения и полицензурной врань на то что ругались вы да то есть ночью провели в полицейском отделе сейчас надо ставить в суд вот будем сейчас разбирать но вы считаете что это взаимосвязано ваше обращение в администрацию конечно что-то случилось со мной именно в это время когда мы собирались еще одно задание подавать естественно что не хотят чтобы мы эти проводили но мы все равно будем проводить как минимум одиночные пикетирование в соответствии с подоколом предмистательного правонарушения 23 марта 2017 год мы в том же день 16 часов 20 минут ходить в общественном месте а кузову дом номер 4 по русскому городу сараз присутствует по стороне граждан муханов и талантий а разноцензурной врань тем самым нарушил общественных порядков рожая явно важен в общество свое верное совершение администрационного правонарушения мы признаем поскольку нацензурной врань не выраживался случившись считает политической провокации направлено следует митинга которым может состояться новых восстановив��다 2016 и извиняется полимер в recognizing timeline корон版 inc затрен9 баллов не наちゃым в�� в том что делают нужно показания в общественном месте специального вам д Heute? ��면 в сотрудничестве до талантией допустимой его представления регистрами идительный с недостоверенность в Наказание вышло на связи также о том, что случившееся является политической провокацией, фактически является пословным и ничем не подтвержденным. При значении материи административного наказания судья в 156-2 ст. 4.1, когда российская регуляция учитывает характер совершенного административного правонарушения данной его личности и отсутствия обстоятельств, отличающего его административной ответственности. Обстоятельствам, смягчающим административный ответственность материи судья, считая совершением административного правонарушения данной его личности, в чётном должном суде считает необходимый административный наказание в виде штрафа в размере санкций части 1 ст. 21 КРФ РФ. На основании судьбы судья постановил, материй Георгиевич принадлежал на совершение административного правонарушения, на основании санкций части 1 ст. 21 КРФ РФ, значит, административное наказание в виде административного штрафа в размере 1000 рублей.